Господа, прошу прощения, я сегодня немного охрипший. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня второе число месяца АВ. Ровно через неделю, в следующее воскресенье, будет пост 9 АВ. Понятное дело, что занятий не будет. И мы пришли к выводу, что было бы полезно немножко поговорить о произведении, которое связано с этим днем. Книга Эйха, которую по-русски называют Плач Иеремия, Плач Иеремии, пророка Иеремии. Вот, и я подготовил разбор первой главы, первой главы из этой книги, в которой всего пять глав. Я поставил материалы на нашу группу в Телеграме. Я очень надеюсь, что произойдет чудо, и я смогу вам этот файл поставить на... Алло, алло, алло. Да, мы тебя слышим. Слышно меня, да? Да. Так, прекрасно. Я надеюсь, что смогу поставить этот файл на демонстрацию экрана. Это становится демонстрацию экрана другого участника. Хотите ли вы продолжить? Да, я хочу. Так, и у меня опять ничего не получается. Ладно, неважно, я буду двигать. Ага. Ну, тогда двигай мой файл, в нем выделены слова. Что, что, я не понял. Поставь мой файл, который я поставил на Телеграм, открой его. Тогда мы не будем видеть этого текста. Смотрите, там тоже есть текст, и там есть перевод, и там есть разбор некоторых слов. Мне просто это важнее. Есть возможность? Да, но продолжай что-то говорить, уже замерз. Давайте так, значит, вы видите сейчас на экране, вот, замечательную работу, которую, как оказалось, выполнил Натан несколько лет назад. Это, насколько я понимаю, новый перевод книги Эйха. Это мой год, на самом деле, конечно, прошло уже. Это 2007 год. Ага. Но это перевод, сделанный заново, да, специально для этого издания? Ну, да, там работала целая команда во главе с Шайгисером. Ага, замечательно. Это был институт Штензальца, так называемый, русский. Я очень надеюсь, что этот перевод даже лучше. Этот файл тоже стоит у нас в нашей группе в Телеграме. Значит, я просто год назад воспользовался общеизвестным переводом, который взял с сайта, где я обычно беру переводы. И определенные слова я просто выписал и подготовил. Вот мы сейчас попробуем их разобрать. Пока я несколько слов расскажу для тех, кто, если есть такие, если кто-то не знает, что такое хамеш-магилот и каково их народно-хозяйственное значение. Значит, то, что христиане называют Ветхим Заветом, вот, для нас это единственный завет, это Священное Писание. Танах – это совокупность Тора, Невиим, Ктувим. Тора – это пятикнижие Моисеева, в данном случае понимается это слово так. Невиим – книги пророков. Катувим – это Писание. Так вот, частью Писания являются пять так называемых мегилот. Мегила – это цвиток. Это произведение, которое входит в состав третьей части Танаха, именно Невиим – Писание. И они прочитываются по определенным оказиям. Да, спасибо, да-да-да, именно это я имею в виду. Вот, и, как правило, они пишутся на свитках, на пергаменте, специальными чернилами, значит, тищем пером. Вот, и есть определенные законы, когда что читается. Мегилат Эстер читается в Урим. Мегилат Когелет читается в Шаббат Холамоет Суккод. Мегилат Шир Гаширим – Песнь песней читается в Шаббат Холамоет Песах. А вот Мегилат Эйха читается в Тиша-Бе-Ав. Как правило, читается в вечерней молитве и в утренней молитве читается по свитку. Вот, это часть службы вечерней и утренней. И должен вам сказать, что эти вот Мегилы несколько неравнозначны, потому что, к примеру, человек, который учится писать, писать священные тексты, то есть Софер, как правило, первое, что он пишет, это Мегилат Эстер. Объяснение этому чисто техническое. Мегилат Эстер – нет имени Бога. Дело в том, что если где-то допущена ошибка, и потом обнаружено, то весь текст после этой ошибки за этого стереть, исправить ошибку и написать все заново по порядку. А если в этом тексте где-то есть имя Всевышнего, которое стирать запрещено, то получается, что вся работа пошла на смарку. Поэтому, если человек только тренируется, он тренируется вот на Мегилат Эстер. А последнее, что человек пишет наиболее редко, это Мегилат Эйха, потому что все мы надеемся на скорейший приход Машиеха, который отменит посты. И, соответственно, книга Эйха не понадобится. Обидно, если человек написал эту книгу, и вдруг оказывается, что толку от этого никакого нет. Но, тем не менее, мы с вами будем читать Мегилат Эйха. Она состоит из пяти глав. В первой, второй, четвертой и пятой главах 22 фразы. Что такое 22, кто-то мне скажет? Чего у нас 22? Буквы, буквы, буквы. Буквы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Я в свое время заметил, что везде по 22, а в третьей главе 66, три раза больше. Но сами фразы несколько короче. Только потом я заметил, что в основном они идут по порядку окрасивхом еврейского алфавита. Кроме почему-то пятой главы. А вот в третьей главе тоже идет окрасивх, но на каждую букву из 22 букв еврейского алфавита идет три стиха подряд. Мы сегодня разбираем первую главу. Вот, с точки зрения грамматики еврейта. Вот, посмотрите, я поставил в начале несколько ссылок, которые могут быть полезны. В том числе и на новый перевод Ари Ройтмана. Вот он зачитывает, зачитывает это как аудиофайл. Итак, книга называется «Эйха» по первому значащему слову. Первая фраза «Эйха Яшва Бадад Аир Рабати Ам Айта Каальмана». Рабати Пагоим Саарати Бам Динод Айта Ламас. Натан, я тебя попрошу увеличить шрифт. На самом деле я могу, но каждый у себя может. Посмотри, у тебя есть… Я тоже могу увеличить. Вот так, да. Да, вот так лучше, да. Итак, попробуем разобрать. «Эйха» – это как «Эйх». Как, да. Чуть сдвинься, мне было видно текст. Верхнюю строчку не видно. «Яшва», понятное дело, сидит. Сравнивают с бедной женщиной, оставленной, брошенной, что сравнивают с Иерушулаем. Напоминаю вам, что слово «город» – «ир» на юрите женского рода, и названия всех городов, они тоже идут в женском роде. Поэтому Иерушулаем, да, мы называем «ана». Как сидит, что такое Бадат, отдельно, одиноко. Так, «ха-ир» – город. «Араба-ти-ам» – слово «рав» – это значит многочисленный, но в данном случае это вот лучше передаст украинский язык, что такое «багато» – это значит много, многочисленный. «Богатый народом», то есть многолюдное столице, которое было много людей. «Айта-ке-алмана» – это, мы знаем, «вдова». «Раба-ти-вагуим» – та, которая была великая, «вагуим» – в народах, среди народов. «Сар» – это, как мы знаем, «вельможа», «владыка» – «сара» – это «владычица». «Ба-меди-нот» – «областями», значит, «владычица» – «областей», «айта-ла-мас» – «стала даницей». «Может быть, многим известно слово «мас». «Мас» – это в современном иврите «налог». «Налог» – «стала даницей», то есть «обложено налогом». Понятное дело слово. «Раба-ти» – это отражает прошедшее время? «Была»? Вы знаете, это, скорее всего, прошедшее время. Но, по-моему, я встречал такую форму «тель-авив-раба-ти». Это имеется в виду «тель-авив» вместе со всеми окрестностями. Может быть, это еще и влияние. Как это называется? «Метрополия». «Метрополия» – да, пожалуй. Да, да. Хорошо. Продолжаем. Второй, второй пасух, вторая фраза. «Ба-хо-ти-в-ке-ба-лай-ла». Слово «бехи» – это «плачь», «ли-в-кот» – «плакать». «Ти-в-ке» – это «ты плачь», «ты будешь плакать». Здесь использована форма будущего времени, но смысл – настоящее время. «Плачем плачет Балайла ночью, ве-дима-ата». Слово «дима-а» – слезы, да, «дима-ата» – слезы ее. «Аль-ле-хе-я» – «ле-хи-щека» – на щеках ее. Ну, напомню вам. «А-зу-рим бадима-а-барина-як-церу». Те, кто сеет в слезах, будут сжинать урожай радости. Ну, здесь речь идет только о первой части, да. «Аль-ле-хе-я» – на щеках ее. «Эйн-ла-мен-нахем» – «нет ей утешителя». Слово «мен-нахем», кроме того, что это мужское имя, да, это еще, оно имеет значение «утешитель». «Лен-нахем-нехама» – это женское имя «утешение». К сожалению, вот в этом шрифте почему-то точка над строкой не отражается. Точка – это как «вав» с точкой наверху, но когда есть «вав», это называется «холам-мале», а когда нет «вав», а только точка есть, это называется «холам-хасер». Вот «холам-хасер», к сожалению, здесь не видно. «Миколь-о-га-вейга» – «от всех, кто любил ее». «Коль-ре-эйха-багду-ва» – «все близкие ей, все друзья». Ну, я напомню вам, что это слово, мы встречаем выражение «ве-гавта ле-ре-ха-камуха» – «люби ближнего своего, как самого себя». Ну, кроме того, слово «ар-ата» – это означает «супруга», например. А что означает слово «в-багду-ли»? Бегед – это, конечно, одежда, но это также что-то связанное с человеком, который… Изменил, предал, да. В чем тут связь, я вам сказать не могу. Почему «бегед» и «богед» – они связаны. Но факт остается фактом. «Изменили ей», да, «предали ее» – «гаю-ла-ла-ойвим». Стали ей… Что такое «ойвим»? «Врагами». «Врагами». Дальше три. «Галта-и-гуда-ме-они» – вот так должно быть. «Умеров» – «а-а-а». «Чего-чего?» «Авода-и-ешва-багоин». Давайте переведем «галта». «Галта» – это же тот же корень, что «галут», наверное. Да, да, да. Есть слово «гола», что означает тоже «изгнание». «Была изгнана Иудея». Ну, здесь имеется в виду еврейский народ, но использовано название местности Иудея. «Ме-они» – слово «они» – это… Ну, здесь переведено как «гнет». Хоть здесь однокоренное слово «с» – ответ, да, «оне» – отвечать. Ну, в «танахе» несколько иное значение этого «гоня». Вот, но есть и другое значение этого слова. Мы увидим еще одно использование этого глагола дальше. «Ме-они» – от тяжестей. «У-мэ-ров» – от величия, от большой величины. «Авода» – ги-яшва вагоим. Ги-яшва, она села, она расселилась, да, вагоим среди народов. «Ло-мац-а-мануах» – не нашла упокоения. «Успокоения». Вот это слово «мануах» использовано в рассказе про «ноаха», да, что сказано там про голубя, которого он выпускал из своего «ховчега», да. «Ло-мац-а-йона-мануах ла-каф-рагло». Не нашел голубь покоя для буквально ступни ноги своей. Так, далее. «Коль родфейха» – все, кто преследует ее. «Радав» – корень означает преследовать, бежать следом. «Ги-си-гу-га» – «ги-си-гу-га». «Ле-га-сик» – это «настичь», «достать». Достать какую-то вещь, которую не просто так, не у всех есть, да. Можно использовать этот глагол. «Ги-си-гу-га» – «досостали ее». «Бейн-га-мецарим» – слово «мецар», да, родственное слово «мецраим», и родственное слово «цар» – «узость», да, «царот», «горести», «беды». «Бейн-га-мецарим» – буквально «между тиснин», да, то есть в узком месте. Мы называем так период, который сейчас идет между 17-м Томуза, постом, и 9-м аван, постом. Период этот называется «бейна-мецарим». Ну вот фраза, значит, оборот этот взят из книги «Эйха». Даркей-ци-йон – дороги Сиона, да, пути, ведущие к Сиону. А что мы называем Сионом? Вообще-то гора Сион – это место, где стоял царский дворец. Но иногда это название распространяли и на соседнюю гору, на которой находился храм, в любом случае это Ярушалаим. Так, дороги, ведущие в Ярушалаим. Авелот, Эвель через Алиф – это скорбь. Эвель – это еще и человек, находящийся в периоде траура по близкому родственнику умершему. Так, авелот – ну это как прилагательное. То есть прилагательное – дороги скорбящие. Авелот. Можно как глагол перевести, верно, да. Ми-бли – что такое бли? Без. Ми-бли – от того, что нет. Ба-эй-моед – приходящих на праздник. Слово моед – вообще-то это срок. Но очень часто этим словом обозначаются именно праздники и, прежде всего, праздники паломничества. Когда все население Израиля должны были пешком прийти в Иерусалимский храм. Ба-эй-моед – это паломники. Так, коль ше-арейга шомамот – все врата ее, мы знаем, кого ее, Иерусалима. Шомем – это значит заброшены, опустели. Кога-нега не-энахин – ее священники стонут. Не-энах, не-энаха – это вздох плач. Бе-ту-лу-тэй-га – что такое бе-ту-ла – это девицы, девушки, девы. Ее девы что делают? Ну-год – это значит печальный. Ве-ги-мар-ла. И она – что такое мар? Мар – это горько, тяжело. И тяжело ей. Ла – это знаете, ей. Ну, снова еще раз скажу, что здесь образ, образ девы, да, который мы имеем в виду и еврейский народ, и еврейскую страну, и Иерусалим, который, как мы знаем, тоже женского рода. Пять. А почему кога-нега – это множественное число? Кога-нега? Потому что кога-нега – множественное число от слова кога-н – священника, священники. Кога-нега – жила. Ее священники – это будет кога-нега? Кога-нега, да. Букву ю, которая здесь не огласована, мы не читаем, да, но, по идее, раз она стоит, значит, мы видим, что слово коэн стоит во множественном числе. Это система местоименных суффиксов. Там есть две параллельные таблицы, да, одна, когда объект стоит в единственном числе, другая, когда во множественном числе. Так, продолжаем. Пять. Гаю царейха лерош ойвейха. Шалу ки – вот это имя Всевышнего Хашем. Гога аль ров шаэйха. Олалейха алху шеви лифней цар. Переводим. Гаю царейха – что такое? Цар в данном случае – это враги, да. Мы только что видели этот корень в значении горести, тяжести. Ну и то, и другое, то, что она, видишь, называется царес сарот. Стали враги ее. Царейха лерош во главе. Ойвейха. Что такое оев? Враг врагов ее. В чем тут разница цар и оев? Иногда это как синонимы. Вот. Наверное, наверное, какой-то есть аспект различия. Но здесь мы его не улавливаем. Теперь слово шалу. Шалу. Здесь переведено как благоденствует. Возможно, это действительно тот же корень, что шалал. Шалал – это обилие, разнообразие. Ки га шем хога. Хога. Однокоренное слово. Негаг. Негаг. Геге – это руль. Негаг – это водитель, да. То есть привел, наслал, навел. Аль ров шаэга. Аль – это по случаю, по поводу. Ров – великое количество, большое, много. А слово пеша – это грех шаэга, грехи ее. Вот теперь интересное слово олалейха. У меня был недавно спор с одной дамочкой, которой очень не понравился буквальный перевод. Елим, который читается перед Беркатом Азоном в будни, да. Блажен тот, кто разобьет младенцев твоих о скалу. Я пытался ее немножко успокоить тем, что под младенцами имеются в виду идолы, идолы Павилона. Но прямое значение – это именно младенцы. Вот здесь олалейха младенцы ее. Аль – это плен лифный, царь пред врагом. То есть враги гонят их впереди себя. Да-да-да. Двигайте. Напомню вам выражение «тинок шенишба» – украденный младенец. Это выражение относится к еврею, который не получил еврейского воспитания, поскольку не мог его получить. Значит, если он нарушает какие-то законы, следует относиться к нему именно так. Это не умышленное нарушение, а по незнанию. Вав, как мы знаем, у нас 22 посылка. Сейчас мы разбираем шестой. Ва еце ни ба цион коль га дара. А ю царей га к айалим. Лома цу мир э. Ва елху бло коах лифней родев. Ва еце и ушло. Ни ба цион от дочери циона. Ну, иногда здесь мы используем слово цион, иногда ба цион. Что означает слово «гадар»? Это великолепие. Перот «гадар» в следствии того, что словом «пригадар» мы считаем, Тора обозначает «этрог». Общее название «пригадар» – это цитрусовые. Но есть мнение, что великолепие их связано с тем, что слово «эйдро» – вода. То есть они потребляют много воды роста, и поэтому они так великолепны. Но это совершенно необязательно. В любом случае, например, в «эшетхай» – «оз вегадар лебуша» – «силу и великолепие одета она». «Коль адара» – «все великолепие ее» – «гаю сарейга к айалим». Были ее, что такое сар, вельможи, как что такое айаль. Айаль – это олень. Айала – это антилопка. Так, то есть стали они, как олени, потому что оленей, за ними никто не ухаживает, никто о них не беспокоится, кроме Отца Нашего Небесного. Да, никто их не пасет. Ломацу мар-э. Вот это слово мар-э от слова ро-э, через айн – пасти, означает пастбище. То есть олени, которые не нашли пастбище. Ва-йел-ху-бэ-ло-коах и пошли без сил, коах-силы, лиф-ней-родэф, перед тем, кто преследует их. Зайя. Захра Иерушалаим, емей он и я. Так. Помнит, вспомнила Иерусалим дни горести ее страданий. Ее он и я. Здесь под буквой айн. Камадз, казах, который читается как у. Ум-ру-де-иха. Что такое? Ма-род. Может быть, это слово мер-э. Мер-э – это восстание, да, возмущение. Но здесь вот перевод страдания. А ма-руд, ма-руд – это не совсем мер-э. Так, сдвиньте еще немножко вверх, Натан. Подвинь немножко, я хочу посмотреть. Я же подготовил. Да-да-да, тут другое значение, удрученный. Понятно, понятно. Какая связь Меред и Маруд? Я думаю, что можно догадаться. Так, коль махамудэйга, ну, нехмад – это прелестный, да. Десятая заповедь – не возжелай, на самом деле формулируется, лотахмуд, то есть не делай это желанным, вот, а махамудэйга – это то, что дорого. Ашер-гаю, которые были, ми-мей-кэдэм, слово ми-мей, от слова йом, йом – день. От дней кэдэм прежних бин фоль ама, что такое нофель – это падение. При падении народа ее, беяд цар в руку врага, в эйн озер ла, озер – помогающий, и нет, кто бы помог ей. Видели ее, да, царим, враги, и смеялись, сахаку, лиц, хок, как лиц, хок, да. Ле-сахек и ле-сахек – это близкие по звучанию корни, и иногда один заменяет другой. Аль-миш-бат-тея, что такое миш-бат, миш-бат – беда, горести. Восемь. Хэт-хата-ярушелаим. Слово хэт пишется именно вот так с алиф на конце. Алиф глухой, непроизносимый. Это грех. Хэт-хата грехом согрешила, грех сотворила. Ярушелаим. Аль-кен поэтому ле-нида-гаята. Что такое нида? Этим термином обозначается конкретная нечистота женщины в определенные дни. Но здесь это значение нечистоты вобще. Слово нида буквально означает отлученный, от отодвинутый, как это сказать, отстраненный. Стала она нечистой. Что такое михабдейга? Слово каводка. Вот это уважение и почет. Все, кто почитали ее, гизилу. Вот есть слово лезалзель – пренебрегать. Есть слово золь – быть дешевым. Вот и зилуга, то есть стали пренебрегать ею. Кира-у эрвата. Что такое эрва через вау? Это то, что переводится обычно словом «срам». В главе, которую мы читаем в Минху Йом-Кипура, там перечисляются запрещенные связи. И про каждую из них говорят, пишет, написано «эрва». «Эрва» – «срам». «Гам-ги-не-энха» и «также и она». Что такое «не-энах»? Только что это у нас было, про кого они стинают. «Веташав-ахор» и оборачивается назад. «И оборачивается назад». Это поля, как поля шляпы. Так и, например, обочины проезжей части дороги. «Ло-захра-аха-арита». «Не помнила она то, что после нее». Но здесь перевод о будущем ее. «Ва-теред» – от слова «юред». «Юред» – что это? «Упасть». «Упасть», да. «Пла-им». Есть выражение «я рад пла-им». Давайте посмотрим, что нам дал словарь. «Низко пасть», да. «Эйн-мен-ахэм» – да, резко упуститься. Да. «Эйн-мен-ахэм» – нет утешителя. «Ла» для нее. «Рээ-хэм». «Видь, воззри», посмотри, Всевышний. «Эт-он-йи» – и увидь горе моесть. «Они». Только что вот я переводил вам, да. «Ки-гигдиль». «Гигдиль» – это усилился, вырос оев враг. «Ибо возвеличился враг». «Я до парас цар альколь махамадэйга». «Я до руку свою парас лифрос простирать». Так. Очевидно, отсюда русское слово «парус». Но слово «парус», нарезанный ламтями, например, нарезанный хлеб, называется «лехэмпарус». Наши соотечественники называют его «лехэмпарусский». Вот это, нарезанный ламтями, там вместо «син» пишется «самых». Но это бывает, что «син» и «самых» иногда меняются. «Я до парас цар руку простир, протянул враг». «Альколь махамадэйга». «На всех, на все, что мило ей». «Нехмад». У нас было обсуждение с Анной. Однокоренное ли слово имя арабское «Махмуд». Но поскольку она в этом гораздо больший специалист, я, в общем, положился на ее мнение. Вот что. Корень близкий, но не тот же. «Ки-ра-ата» увидела она «го-им», народы, «бау-мигдаша». «Вошли в святилище ее». Микдаша слова «кодыш», 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 «кадуша», что еще, «кадиш». «Ашер цевита ло-явоу». «Двигай дальше». «Ашер, про который ты повелел, не войдут ба кахаль ла». «Кахаль» – это собрание, да, собрание лах к тебе. Да, о чем здесь речь. И народец может войти в определенной степени в Иерусалимский храм, но есть народы, которым это запрещено. Так вот, и с тех народов люди вошли в святилище, то есть в помещение, в которое доступ был только для колоний священнослужителей. Одиннадцать. Вопрос. Давайте. Довольно часто встречается так, в таких текстах, вот такой, это как бы в современном ивриде, это был бы женский вариант к тебе. «Лах». «Лаха» – «Аллах». А, то есть «Лах» вместо «Лаха», да. В «Танахе» это часто. В «Танахе» это бывает. Какая это причина, когда употребляется «Лах», когда «Лаха», это и в молитвах тоже очень часто. А «Шернатан лах», к примеру, да. Да, да. «Моги монахну лах». Да, да, тоже верно. Я думаю, что причина есть, но мне она неизвестна, честно вам скажу. Вот. «Лаха» – «Лаха». Это такое ощущение, что… Как говорил Казмай Прутков, если не знаешь для чего, скажи, для красоты. Действительно, для рифмы, либо для ритма определенного. Это может быть полезно. Ничего другого сказать не могу. Вообще, может быть какая-то идея о том, что, ну, я не хочу сказать женская составляющая, но, так сказать, шхена женского рода. Правильно, поэтому, ну, есть, наверное, какая-то парафраза, правильно? Ну, Натан, не бей по феминизму. Я его сильно-сильно недолюбливаю. Наверняка что-то такое есть. Может быть, в каких-то местах. Шхена, Голубка, Йона, как бы на эту тему. Это надо спросить у людей, которые специалисты в грамматике. Да, 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 возможно, возможно. Скорее всего, вам покажут некоторые места, где это можно, так сказать, объяснить. Но далеко не ко всем местам это применимо. Я не думаю, что это чистая грамматика. Я думаю, что здесь есть какой-то концепт. Очень многие вещи, мне кажется, такие важные, определяющие, а не женского рода. Это Цион тоже женского рода. Цион Буха. Цион – это так же, как и город. Все города женского рода. Да, ну, может быть, да. Это понятно. Хотя Цион – это не город, правильно. Возможно, здесь еще подчеркивается как бы материнское отношение. Да, да, да. То есть мы все от нее и оттуда вышли, да. Возможно, возможно. Ну, доказать это невозможно и опровергнуть невозможно. Во всяком случае, я вам скажу так. Если вы не нашли конкретных комментариев, которые объясняют, почему здесь лах, а не лыха, и если у вас нет какой-то определенной мысли по поводу данного места, да, просто смотрите это как на взаимозаменяемые компоненты. Пока вот мое отношение такое. Так, продолжаем. 11. Коль ама, весь народ ее, то есть, ищет хлеб, да. На тну махамадеем, то есть то, что дорого им отдают, они баохель за еду. Ну, мне рассказывали бабушка моя, например, как в войну дорогие вещи семейные реликвии. Иногда меняли на хлеб просто, чтобы не умирать с голоду. Леха шив нефеш, буквально, чтобы вернуть душу, да. Леха шив от слова, не от слова йошев, от слова леха шив вернуть. Так. Это корень, который означает много есть обжираться, но, кроме того, он расцвенен корню золь, дешевый и лезалзель, носиться дешево. Я для тех, кто сегодня у нас впервые забыл маленькое замечание сделать, там, где я выделяю желтым, да, это для меня. Это заметка, что я должен, что у меня есть что сказать по этому поводу. Я могу сказать, могу и не сказать, если времени не хватает. Вот, а те слова, которые выделены зеленым, да, я выписываю в словаре. Иногда перевод словарный меня устраивает, иногда нет. Иногда я пишу, как здесь, сразу в тексте. Иногда я готовлю отдельный файл, словарь, например, на ту или иную недельную главу. Ют-бет. Ло алейхем коль бреи дерех, абиту ур-у, им יש махов кмахови, ашер олал ли, ашер хога хашем бьем хорон апо. Красивый язык. Ло, обычно мы пишем без вава, отрицание, да. Алейхем, не на вас, не про вас будет сказано, так это обычно переводит, да. Коль оврей дерех, все проходящие дорогой. Габиту ле габит, это взглянуть, смотреть, ур-у и видите. Им יש махов, махов от слова кэф, боль. Если есть боль, кэ махови, как боль моя. Ашер олал, вот это слово, означает привести к каким-то нежелательным последствиям. Только что нам попадало слово олалин, которое мы перевели как младенцы. Я не знаю связи, но должен сказать, что то, что приходит на ум, что младенец может быть нежелательным последствием чего-то, это предположение не может устоять при ближайшем рассмотрении, да. Ашер олалли, которое он причинил мне, горе, которое постигло меня, Ашер олога. Ну, вообще, вот это олуль, интересно. Олуль, это всегда только отрицательное. Олуль не бывает положительного. Именно. Практически всегда амбивалентное бывает и так, и так. Да, но вот алуль, это всегда отрицательное. Когда говорят, что там Машу алуль, и все, тогда надо вздрагивать, потому что это может привести дальше к плачевным отрицательным результатам. Не дай бог, что-то может обвалиться там, еще что-то. Алуль, это всегда плохо. Есть слово лигром. Да, да, да. Оно обычно тоже перед каким-то там, перед каким-то предупреждением каких-то возможных неприятных последствиях, но иногда лигром и что-то ле-това, да, а вот алуль всегда к чему-то плохому. Да, это верно. Так, ашер, гога только что у нас было, как геге, привести, вывести. Деем, хорон, апо. Де, хора, апо. То есть вот здесь это сокрушило, в смысле, о ге, по прямому смыслу, по-моему, то, что как бы задумал, продумал, но вот как бы создал концепцию такую. О ге-де-от, о ге-де-от, это философы. У меня был сосед в одном из домов, который был учителем вождения, да, море ла-гега, да, на гега, но, ну, в общем, как сосед он был весьма и весьма неудобен. Так вот, я как-то сказал прямо ему в глаза. Как ты можешь учить, обучать вести, вести машину, если ты не умеешь вести себя. Геге – это руль. Интересно, что геге – это руль. Геге – это руль, да. Так. А, простите, можно спросить, Равлеев? Да, конечно. В одиннадцатом стихе «Хаэйти золела» все время идет настоящее время и вдруг прошедшее. Не все время. Здесь переходы есть такие. Потом, смотрите, иногда используется прошедшее время в качестве настоящего, то есть то, что было, оно и есть. Это нечасто, но, к примеру, сейчас я, минуточку, сейчас я вспомню. Катонки ми… Помните этого «Ярушлаэм Шалцагав»? Да. Как там было? Катонки ми коля ши и райх. Ага, да-да-да. Мишуры райху, Мишуры райх. Катонки ми коля ши и райху. У ми охрана мишуры рим. Ми царих банаи, ми цаир банаих. Мы разбирали как-то, кстати, эту песенку, но я ее уже забыл, увы. Так вот, Катонки – это, в общем-то, прошедшее время, а переводим мы как «Я слишком мал, я самый малый в настоящем времени». Смотрите, такие тонкости, как использование прошедшего времени в качестве настоящего, я не имею возможности вникать. Продолжаем, Юнбет. Пока я не забыл, пока мы не закончили урок, посмотрите, пожалуйста, в нашей группе в Телеграм. Во-первых, есть замечательный файл, которым я советую воспользоваться. Во-вторых, в начале этого файла стоит ссылка на чтение этой книги, чтение полное, по всем правилам канцеляции, профессиональное чтение. Если у кого-то по какой-то причине не будет возможности пойти в синагогу, он может послушать чтение это через интернет. Продолжаем. Юнбет. А, Юнбет мы уже прошли, да? Так, давай, на Тан-Двиги дальше. Йогимел, Йогимел. Мимаром. Мимаром. Шалах аэш бе-ац-мотай. Ва-эр-дена парас рэшет лэ-рэг-лэ-э-э-э-ши-вани-э-хор-нэ-танан-э-э-шэ-мэ-мэ-мэ-мэ-кол-э-йом-дава-а. Мимаром. Мимаром это смисок-та. Ба-маром ялам-додэ-гем. К примеру, да? Осе шалом би-маром-мав. На высотах своих. Свыше. Шалах аэш послал огонь. Бе-ац-мотай в кости маи. Ва-яр-дена. И спустилась она. Обратите внимание, что слово эш использовано здесь в женском роде. Мы сейчас считаем, что эш женского рода, но в Танахе встречается эш и в мужском роде. Так? Па-раз рэшит раскинул, рэшит решетка сеть. Лэ-раглай ногам маим. Ну, имеется в виду ловчай сеть для поимки животных. Гэ-ши-ван-и лэ-га-шив. Это вернуть, повернуть. Ахор назад вспять. Что такое шамэм заброшенный пустынный. Весь день, что такое дава, болеть, страдать. Страдание целый день. Далее. Ницкад пол шаай въядо. Йистаргу алай ал цавари хашилкохи. Их шилкохи, пардон. Натанани хашэм бидэй ло ухалкум. Ах, так. Нишкад, нишкад, нишкад. Шакад. Усердно работать над чем-то. Значит, выработано. С большим старанием. Тщательно. Слово оль – это ермо. И еще есть какое-то название. Минуточку. Оль малхудшамай. Как называется вот эта штука, которая надевается на шею быку? Ермо. Вот кроме ермо есть еще. Да, да, да. Ну, смысл понятен, да? Слово пшаай пеша. Мои грехи. Бе ядо. Рукою его. И старгу. И старег. Обвиваться вокруг. Да? Аллу аль цавари. Из старгу, да, вот это сригот. Сригот, по-моему, с самыхом, да? Кипас руга там. Да, да, да. Ну, это вот здесь шины самых, они меняются, но идея тоже в каком-то вязании. Ну, тут... Да, да. Ну, тут их старгу, это хитпаэль. Должно быть, да? Это хитпаэль, конечно. Были связаны, да. Связались. Ну, как бы так, да. Ну, смысл, в общем, связались, поскольку таково было веление Всевышнего, да. Аллу аль цаварай. Слово цавар, обратите внимание, пишется с глухим алиф, да. Да, цаварон, воротник, да. Гихщил, кишалон, это неудача. Гихщил коах. Цавар, это, по-моему, либо цыпь, либо ошейник, что-то такое. Цавар, это шея. Цавар, это шея. А цаварон, это воротник, да. Ну, есть еще слово колар, но это скорее ошейник. Колар, ошейник, да. Ага, так. Натан, ты собачник, я кошатник. Ну, да. Так. Кохи силы мои, Натанами, отдал меня, передал меня, Ашем. Бидей в руки ло ухаль кум. Не могу я подняться в руки, из которых не могу я выйти. Вот такой оборот. Ло ухаль кум, не смогу я подняться? Ло ухаль, не смогу буквально, да. Это будущее время. Ухаль. Ухаль. Ламы пропущен. По идее должно быть ло ухаль лакум. Ну, написано ухаль кум, ну, это как бы по идее. Би рай, Ашем, бекер би. Кара алай моэд, лишбор бахурай. Гат дарах, Ашем. Би в тулат бад яуда. Сила, сила, попрал. Коль, а, би рай, что такое абир, мы знаем выражение абир яков, сильный, мощный. Гашем всевышний, бекер би, среди моей, то есть среди тех, кто был со мной, да. Кара через алиф, это призвал, созвал. Алай на меня, моэд. Вообще-то, моэд мы обычно переводим как строк, как праздник, но имеется в виду собрание, да, то есть когда созываю, и люди приходят. Для чего? Лишбор бахурай, чтобы сломать, сломить моих юношей бахурай. Слово гат, гат это давильня, давильня для винограда. Вот я не помню, для алиф тоже называется гат? Гат шемен, да, конечно. Гат шемен. Для вина точно гат? Да, так. Дарах, слово дарах созвучно с дэрэх, да, там тот же корень. Что по дороге делают? Идут, топчут, да. Как вдавильня истоптал всевышний, да, бетулат бацион, деву, дочь, а, извините, батлиуда, да, дочь Иуды, 16. Аль эле ани бохия. Об этом плачу я. Да, эйни, эйни, ярда. Давайте дальше. Об этом плачу я. Глаза мои, глаза мои, ярда маим. Значит, льется вода, льются слезы. Ки арахак ми мини минахэм, потому что далек от меня утешитель. Мэй шив нафши. Тот, кто буквально возвращает душу, да, тот, кто способен вернуть жизненность моей душе. Мэй шив нефеш, от рада души. Гаю банай были сыны мои. Шо мэмм, были покинуты. Шо мэм, корень к нам встречался. Неоднократно, ки гавар оев, что такое гавар, как гебер, сильный, мощный, усилился, победил враг. Юдзайн. Это еще и творительный падеж, то есть чем протягивает? Руками ее. Эйн минахэм, нет, и утешителя. Цива, как заповедовал, велел всевышний Льякову, да. Это не может быть, что она простирает цион, она простирает руки. Да, да, смысл, конечно. Некому ее утешить. Да, верно. Она как бы просит, чтобы ее утешили, ему некому ее утешить. Да, верно. Поскольку я ставлю цель объяснить каждое слово с точки зрения значения и, по возможности, формы, да, мне удобнее давать дословный перевод. Так у вас это и есть простирать, да? Да, лифрос, да. Да, мы говорили. Иногда через самых, иногда через син, да. И понятно, почему. Би-я-де-а. Кем-чем. Встречается такой оборот. Да. Почему здесь именно он, это надо спросить автора. Да. Ну, с Божьей помощью, так. Льяков. Значит, вот видите, здесь в переводе слово «идти» вставлено в скобках. Ибо для смысла оно нужно, да, потому что иначе будет непонятно. Цива, Гошем Яков велел Всевышний к Якову, свивав, это те, кто вокруг, савив, отсюда савивон, да, свива, это окружающая среда, царав, враги его. Гайта Ярушалаем была Ярусалим ле-мида, не да, не чистая, бей-ней-ем среди них. Прав он Всевышний, справедлив. Ки-пи-гу-мар-э-ти. Пи-гу – это его уста. А что такое мар? Горечь, да. То есть пи-гу-мар-э-ти – это ослушалась я не, послушалась его слов. Однако есть и другое выражение, другое значение от слова лимрот – это как восстать. Есть слово мэрэд – это, ну, практически то же самое, да, как вот, почему не мрот? Буквально это значит «давайте возмутимся», да. Вот есть слово лимрот через тав, да, мара. Оно созвучно с словом мар горький, да. Шим-у-на-коль-а-ами – послушайте, пожалуйста, все народы. Ур-у-и-увидьте – мах-оу-ви – боль мою. Бе-ту-ло-тай – девы мои, у-вах-урай и мои юноши – ал-ху-ба-шеви – пошли в плен. Давайте дальше. У нас 22 пасука, осталось всего 4. Карати, я звала ла маагавай, те, кто любит меня. Они – риму-ни, что такое рима – это ложь, они обманули меня. Коганай – мои священнослужители, и узкенай – и старцы мои, ба-ир в городе Гава-у. Это слово означает умирать и, как правило, значит умирать с голоду. Ки-бик-шу, ки-вик-шу-охаль, потому что просили еду. Ла-мой – для себя, вот это вот такая специфика, которую чаще всего мы встречаем в Тегелим. Ла-мой – это ла-хэм. Ва-я-шиву – это навшам, чтобы подкрепить, чтобы вернуть буквально души их. Ра-а-шем ки-цар-ли. Ра-э, извините, ра-э – это форма императива. Взгляни, увидь, Всевышний, ибо горь ко мне, ибо я в беде. Мэ-ай – это внутренность, кишки. Ха-мар-мару – волнуется во мне внутренность моя. Есть слово ле-мар-мер, хамор, хам, да. Нэ-хэ-фах – это перевернулся. Ли-би – сердце мое. Бэ-кир-би – внутри меня, в среде моей. Ки-мару-мар-ити михуц шихла хэрэв ба-байд ка-мавэд. Ибо вот здесь слово мар-ли-мрот – это опять протица. Значит, все это вызвано тем, что «противился я тебе» – это обращение ко Всевышнему, это признание своей вины, да. Михуц снаружи – шихла хэрэв, шихла – это губит, губит меч, ба-байд ка-мавэд, а в доме внутри как смерть. Давайте дальше. Атан? Да, да. Двигаем. Да, посмотрите, словарь. Шам-у-ки-не-энаха-ани. Эйн-мен-хэм-ли. Услышали, как стенаю я. Эй, нет утешителя мне. Коль-о-йвай шам-у-ра-ати. Все враги мои услышали горе мое. Моя беда. Ра-а – это плохо, да. Сасу. Радовались. Ки-а-та-асита. Ибо ты это сделал. Э-вей-та-йом. Так, вот тут, наверное, карата. Ва-и-ю. Кам-у-ни. Привел день, который ты призвал. Ва-и-ю. Кам-у-ни. Это вот как пожелание. И будут они, как мне. То есть пусть будет им, как мне сейчас. Ну, последний пасук первой главы. Того, коль ра-ата ле-фанеха. Пусть придет все дурное, все зло. Ра-атам, извините. Все зло их ле-фанеха пред тобой. Ве-о-лель. Да. Это вот слова. Алуль. Да. Вызвать. Привести к нежелательным последствиям. И приведи ламо той слогем. Ка-ашер о лалта ли. Как ты привел мне. Аль коль пшаай. На все грехи мои. Ки работ ан хотай. Ибо многочисленны вопли стоны мои. Вели би. Давай, и сердце мое страдает, болит. Вот первая глава. В ней 22 стиха. Аналогично во второй, четвертой, пятой. А в третьей 66 стихов. По три на каждую из букв еврейского фавита. Я хочу пожелать вам, чтобы пост прошел по возможности с минимальными страданиями, но не прошел даром. И чтобы вскоре увидели мы освобождение всех наших бед. Чтобы Всевышний отменил посты и превратил их в праздники, как он обещал нам. Спасибо. Еще раз напоминаю, Натан, через неделю мы не встречаемся. Через две недели мы, наверное, вернемся к обычному распорядку и посмотрим недельную главу. Окей. Амин, 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 то всем счастливо. Пока. Приходите еще. Всего доброго. Счастливо. До встречи. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова